Нет, встаем потихоньку. Сам остался, да? Сам. Разбежались до того, мы сидим. А что-то было работать, и что у него было разбежать? Там личная ситуация. Так, подожди, он же не может так идти. По столовой обходу, вот так подходим вот так. По столовой, сюда. Хорошо. Так, а ну-ка подожди, сейчас еще легче что-то стало или нет? Конечно легче. А что легче стало? Вот я сейчас опираюсь на эту ногу, и нет вот этого спазма. О-о-о, теперь понятно. Подходим поближе, поближе до сюда. Утро. Садись. Но, если бы тебе просто поработали массажем, оно не прошло. Это же по праву, поэтому оно так проходит. Понятно? Лоб можем сюда, руки вешаем, руки вешаем. Артем, Артем, да? Да. Понятно, чем проходит на чем? Я понимаю, что... Не от массажа. Массаж-то уже толчок мы даем. Угу. Только поправили, сразу массаж добавили, сразу не пропускаем. Так просто массаж не будет помогать. Да понятно. А когда жопа не освободится, или что там... Да пока не отпустят, да, пока не смещение... Ну оно сейчас будет гулять. Если сейчас не будет нестабильности, чтобы оно не будет смещаться обратно туда-сюда, то сейчас пойдет положительная динамика быстро. Если сейчас опять сместится, опять начинает, опять нас отбрасывает назад. Понятно? Понятно. Сделали 10 шагов вперед, шаг два назад. И опять надо проверять, поправлять. Сейчас даже в конце сеанса я буду проверять после массажа. Держим он на месте, или нет. Боли ли этот жировик? Боли ли? Боли ли? Боли ли? Боли ли он не в воде. Да нет. Я тут сейчас трепкиш. И спрашиваю. И посмотрите на трапецию, он может не выдержать. Ну так, чтобы стояли банки, что тут все в синяках. Так нельзя делать. Что так, терпим он? Да. Какая ситуация? Восемь. Терпим, даже восемь. Слушай, завтра не сможешь, ты ее терпим. Я не сильно работаю. Я понимаю, что ты не сильно работаешь. Давай, как шесть-семь-восемь. Ты говоришь, что шесть-семь-восемь и бы чуть сбрасывать. Хорошо, Артем? Хорошо. Тут семь, шесть-семь. Сейчас уже меньше, да? Воно сейчас, может, завтра вообще еще душе будет болеть. Воно еще не оживо полностью. Завтра будет, как будто попал мясорубку шея. А может и нет. Подимемся. Может начать трусить, голова болит. Не бояться. Потрусит, потрусит, когда станет. Голова болит, не перестает. Значит, что ты выпьешь. Ну вот она и не болит тебя. А что за обезболивающих эффективными силами? А сейчас зачем обезболивающих? Сейчас я дам компресс. А есть кому компресс поставить? Да, сколько себе поставить? Ну, ты тоже на пояснику сможешь поставить. А так же же полностью не поставишь. Я дам компрессор, который даже на наркотические препараты не обезболиваю. А он обезболиваю больше. Понятно? Потом дам. Может на ногу поставить? Может на ногу. Только ему надо тянутся. Будет и сгиба делать. Он же не дотянется. Он сместит поясницу. Так я нового же не могу поставить. Значит, потом каплей будешь три-четыре раза в день пить. По ложке, по двое. Сон нормальный, чем криновый? Криновый. Так вот это же по этой причине не спишь. Сни не сняться. Сни сняться? Нет, давно уже не сняться. Но это говорит о том, что давно спазмировали. Сейчас начнут. Ну, сперва с сеансом может не начнут. Везде несколько сеансов начнут сни сниться. Может поганые сначала. Понятно? Может через пять-десять начнут. Ну, они начнут. Потому что у меня была... Елена... Ну, она вообще всю жизнь снилась. А потом начали сниться. Ну, правда, она и через год начали сниться. Какие цифры сейчас, Артем? Сейчас пять-шесть. Терпим все. Даже там, где было больно, уже похрустило немножко. А где было больно? На шее? Припеться. Ага, ага. Хорошо. Значит, тебе везет. Вот эта точка. Значит, везет тебе. Вот эта точка была, болела. Вот она. Она хоть и есть. Вот я сюда дойдем. Вот это ж ты 56 лет убивался. Вот машину ты делаешь, масло меняешь, фильтры там, регулируешь. Что с собой делаешь? Ни хрена. В больнице то такое-то. Я не знаю че делать. То мне такое ментозное лечение. Ты можешь только срежу колоть. Нет? Или колоть, или не колоть. Или блокаду. Охоже. Не бороду. Или блокаду якусь. Оце, кто тупит, то так бороду постоянно может. Через пять сеансов не будешь бороду ложить. И ты завтра будешь ловить. Будешь путать все равно. И вот они можете понять, как я объясняю. Это за то, что мозга не хватает кислорода. То, что ты уже своя работа, то она бита с ключами. И ты даже как хреново соображаешь. Я все равно ее сделаю, да. Руки. А вот эти, как я вас видел, я сразу понял, что вы видны спазмированные до ужаса. Так четко рассказал, что все равно про их. А понизких атак хоть немаете? Нет. Ну хорошо. Потому что с понизкими атаками тяжелее намного бороться, чем вот это. Если еще бывают понизкие атаки или тревожное состояние, то оно тяжелее лечится. Так вот женка, слушай, женка втекла. Я могу сразу выводки сделать, что на ней тревожное состояние панических атак. Потому что если бы не было, то она бы не втекла. Моя? Да. Но она втекла еще... На какая разница, кроме того она втекла? А, еще до войны? Да, мы развелись. Понятно. Все, тогда отпадает. Я думаю, как война начала утикувать. Все, что утикали, у них почти панические атаки почти у всех. И очень много денег. И тем, что по барабану, понимаешь? Панические атаки и деньги есть, куда утикнуть, да? Да. А тех, кто даже не имеет панические атаки, у них утикали, они боятся. Не перетри. А теперь заканчиваешь ее. Хорошо. В голову, руки, мурашки. В голову. Значит, тепло. Как я говорил, теплый нин. Сейчас я набрал немножко, да? По рукам пошло тепло. А ногами что? Тепло. И сухи, и теплое. Подходы после анемения. Да, да. Вот где-то тепло остановилось отсюда до сюда, дальше еще такое, значит, анемевшее состояние. Не дошло туда еще. Да. Поднимаем. Забито там. Ложим руку сюда. Вот так. Вот эта рука варна стала. Ага. Знаешь, вот расплылось полностью одинаковое ощущение. Ну, знаешь, она как одноцеллость. А в воздухе, если пить легче стало, она повесила? Да. Как пушинка. А кулак сажать? Получается? Есть. Не слабый кулак? Нет, есть. Ну, знаешь, не важно. Ну, это все. Ну, это все. Такого не было, если бы не поправили позвоночник. Вот так вот. Да. Процессу пішло бы на массаж, но оно было бы малоэффективно. А это мы просто толчок даем. Ну, оно должно проходить даже если бы не было такого меофасального синдрома, чтобы ты не убився. Просто только сместилось. По правил разу все бы отпустило. Ну, ты убитый уже. Грубо говоря, мягко выражалось. Понятно? Что если ломаются косточки, то это уже убитый все. И теперь надо терять все, чтобы оно отпускало. И опять проверять позвоночник. Потому что тут всего 8. То он еще не делал. Сейчас это с сеансом через 5-10, оно меньше, меньше, меньше и попроходится все. Будет меньше болеть. Будет забивать опять? Будет опять болеть. Слушай, это так должно быть или так не должно быть? Это триггерные точки. Вы не болеете за то, что мышцы больны. Ничего не должно. На Давид. Ну возьми Давид. Давид. Это место? Да, Давид. Да сколько хочешь Давид. Потому что мне не так забит? Нет, я вообщеuğа реакции даже не такой. А ну еще раз, Давид. Та я ж не сильно давид. Аааа! Ёба сады. Да, вот всё, смотрите. Забытый. Вот всё, вот всё. Бачишь? И всё же на ногах тут, смотри, что. А, класс! Не должно ничего болеть, надо вывернуть ногу. Хотя и смирный, но не так. Обалдите. Да нет, вот и вязка, шок. Сейчас. А кто-то заматывал. Я сам. Это же, чтобы нога не отекала, во время движения, я заматываю. Дома я разматываю. Ты закрываешь седущий проход? Нет, я могу размотать сейчас. Размотать его? И надо его не заматывать. Или приедешь и сразу размотаешь? Нет, без проблем. Одну минуту. Нарушение кровоснабжения. Ясно? А нам надо улучшить его наоборот. Попробуй, нога лучше шевелится. Эта нога. Я ее только-только начал разминать. Артем, я говорю, что сейчас что-то поменялось с ногой. Сейчас скажу. Кстати, сейчас мягче она начала двигаться. Понятно? Это мы еще не трогали ногу. Она сейчас мягче начала двигаться. Так вот мы еще не трогали ее. Сейчас посмотрим, как мы взяли. А сок пусть будет? Ну, сок нам не надо. Снимай, мы его там будем работать. Так ты, может, его не снимать. Ну ладно. В общем, уже движение по ноге лучше стало. Ну, во-первых, тепло идет. Жужжит. Оно сейчас освободило. Сейчас оно жужжать и еще дуще начнет. Так, теперь идем. Вот так подходишь и лягаешь. Залезай, да? Да, залезай. Нога болит. Да, нормально. Спина болит. Только не опирайся на ту ногу. Да, она не стоит. А что, стоять можешь? Нет. Вот так положить. Я ж навес на нее не переношу. Ага, ага. Так что, ага. Так, можно... Живот туда лицом полностью давать туда. Да, и, может быть, надо опираться на ту ногу. Да, нормально. Все, хорошо. Все, режим. 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 Руки наперед забирайте. Так, через штаны три. Да, ну так. Я чувствуюсь, надо будет на меня... Сейчас потратить, потом на штаны надо будет снять. Какой? Ну, конечно, шуток. Ну... Больно? Ну, чуть-чуть меньше. Чуть меньше, да? Нет, скорость. Хотя бы скорость. Скорость хотя бы. Нога болит. Да? Да? Ну, не знаю. Скорость, стоп. Брось. Мышцы спазмированы. А вот так вот. Это нормально? Так легче. Вот так три. Не сильно. Не три ему. Не делай больно, бо заводишь успас. Вот так.